итак ребят я хочу поделиться опытом непосредственно про свой новый ну как новый это единственный у меня был не вернее никогда не было у меня данного устройства это у меня мусат друзья мои 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 так вот друзья смотрите вот этот мусат он видите уже со следами черненькими такими полосочками это говорит о том что непосредственно сам мусат использовался и эти следы остаются от той стали которые уходят с ножа непосредственно нож у нас вот такой то есть это мой нож ссылочку тоже смотрите здесь или здесь наверное здесь вот и этим значит мусатом я точил и предыдущий нож ссылочку тоже смотрите вот здесь сейчас появится ну и конечно вот этот нож он произвел на меня неизгладимое ощущение вот смотрите ребят мы берем обычную бумажечку берем ножичек и делаем следующее движение то есть идет просто порез я его подтачивал сейчас пара пардон я его подтачивал вот смотрите он сейчас все равно он отлично режет видите идеально его подтачивал где-то три дня назад но нам на мой взгляд он когда заходит в сам этот чехол нож он немножечко тупится видите не совсем он всегда проходит но вот он неплохо работает итак давайте я покажу как я пользуюсь мусатом как я затачиваю наверное вам будет полезно может быть некоторым из вас итак ребят мы берем мусат мы берем наш нож в данном случае это танто от компании тесла единственный минус на мой взгляд от вот этого ножа это то что на нем написано тесла в общем берем таким образом очень спокойно я не давлю ни капельки просто даю ножу под собственным весом затачиваться делаю я под определенным углом угол составляет но примерно вот так вот такую вот такой угол вот таким образом я спокойненько это все делаю никуда не спешу у меня нож абсолютно хорошо заточен изначально но вы знаете так ромка вот и вот этот нож он очень сложные заточки вот этого углового угловой той части и я к сожалению не знаю на самом деле как правильно точить именно угловую часть поэтому я эту угловую часть ну собственно говоря и сломал то есть как бы она есть но я ее получается просто взял закруглил вместо того чтобы все хорошо как бы сделать как она должна быть ну в общем несмотря на это нож все равно очень качественно затачивается и лично я вам рекомендую сам мусат у меня стоил порядка тысячи рублей по моему он был со скидкой с какой-то вот ну и если все это делать аккуратно если никому не доверять мусат потому что все таки он керамический и он может получить некие проблемы связанные с поломкой разломаться в конце концов конечно лучше этим мусатом пользоваться самому никому его не доверять и тогда он у вас будет ходить очень долго ну а теперь давайте посмотрим как и что у нас из этого получилось то есть мы с вами сейчас вот буквально там полминуты минуту ну максимум до ели ели там поводили ножом непосредственно по мусату и теперь давайте посмотрим что у нас получилось то есть у нас изначально нож режет ну все потом конечно дорывает я не скажу что там это совсем идеально но очень хорошо режет и что еще хочу сказать друзья мои я пробовал резать этим ножом и туалетную бумагу салфетку но к сожалению я не добился той остроты чтобы смог этот замечательный клинок резать какую-то вот более мягкую тряпочку или более но вот очень многие говорили что этот нож не способен там помогать и на кухне там что-то резать он не может нет он прекрасно справляется с хлебом с колбасой с любыми продуктами просто прекрасно справляется режет просто на ура единственное что он все-таки громоздкий не всегда его можно носить собой допустим на рюкзаке вот но в любом случае покупка очень хорошая и кто давно хотел приобрести себе какой-нибудь нож я рекомендую вам именно вот этот нож и замечательный мусат на мой взгляд вещь замечательно ну что друзья на этом все большое спасибо что смотрели до встречи на канале ставим жирные пальцы вверх и всем удачи друзья пока пока